Уважаемые коллеги, мы встречаемся с вами, как обычно, в разных местах, интересных. Сегодня в этом плане тоже особая встреча, потому что она проходит в Эннополисе, в новом городе, который буквально три года назад только начал создаваться. Ну, сейчас вот вы уже, надеюсь, все тоже посмотрели, чего удалось сделать за это время. И, в общем, это впечатляет. Надеюсь, что мы и дальше будем здесь видеть высокие результаты в сфере IT и по тем вопросам, которые мы сегодня будем с вами рассматривать. Мы сегодня посмотрим две большие темы. Первая касается реализации национальной технологической инициативы. Вторая – инновационного развития в сфере информационных технологий. Обе эти инициативы важны для того, чтобы в ближайшем будущем Россия вошла в число лидеров в новых сегментах экономики. Темы эти, естественно, связаны между собой. Мы все видим, каким образом информационные технологии меняют мир. Появляются целые профессии новые, естественно, производственные кластеры новые, исчезают какие-то профессии, автоматизируются многие процессы, меняются рынки транспортных услуг, ритейла. В том числе, кстати, и потому, что исчезают посредники между бизнесом и клиентом. И деятельность этих посредников заменяется программами, собственно, продуктами IT. Очевидно, что значение информационных технологий будет только возрастать. И этот фактор нужно учитывать и при выборе приоритетов нашей технологической инициативы. Начнем с инициативы. Как раз речь идет о долгосрочной стратегии инновационного развития страны с весьма значимым таким дальним горизонтом планирования. 20 лет поручение это было сформулировано еще президентом в послании Федеральному собранию. Сегодня это программа совместных действий, проектных и творческих команд, инвесторов, бизнеса, институтов развития. В конечном счете государства должны быть ориентированы на внедрение передовых технологий, на формирование новых глобальных рынков. В эту работу помимо государства и бизнеса у нас вовлечены Академия наук, университеты, научные организации. Правительство уже с Академией наук и с Агентством стратегических инициатив проделало определенную работу. Были согласованы основные направления развития инициативы. Рабочие группы, включающие в себя и ученых, и предпринимателей, сформулировали образы будущих глобальных рынков. Начата разработка карт дорожных. Сейчас нам коллеги об этом вкратце расскажут. В общем, для нас важны и управленческие решения по этим вопросам. Поэтому есть ряд предложений, как организовать эту работу, включая вовлеченность в эту работу нашего президиума, Совета по модернизации экономики и инновационному развитию. В качестве органов оперативного управления предполагается формирование при нашем президиуме специальной межведомственной рабочей группы. Давайте эти предложения обсудим. Теперь про инновационное развитие отрасли IT в контексте современного глобального развития. Имею в виду сложную внешнеполитическую обстановку, поддержка российских производителей, развитие собственных технологических решений, платформ, то есть инфраструктуры. Вопрос не только информационной, но и национальной безопасности, вне всякого сомнения. В общем, достаточно общим таким местом в целом является то, что наши IT-компании имеют неплохие конкурентные позиции на глобальных рынках. Технологические разработки также у них неплохого уровня. Многие пользуются спросом. Привеличивать, наверное, наши нынешние позиции не нужно. Иногда, я смотрю, мы в какую-то другую крайность здесь погружаемся, говорим о том, что мы чуть ли не самые передовые в мире в этой сфере. Это, конечно, не так. Но и недооценивать наши возможности тоже не следует. Поэтому у нас есть реальная возможность не только увеличить долю на внутренних рынках, но и нарастить экспорт программного обеспечения в ближайшие годы. Этому процессу нужно помочь, поддержать его по целому ряду направлений, обеспечить комфортные условия ведения бизнеса. Работа эта начата, в том числе в рамках стратегии развития отрасли информационных технологий на период до 2020 года. Там есть целый ряд преимуществ, преференций, включая льготные ставки по страховым отчислениям в государственные внебюджетные фонды, увеличение контрольных цифр приема в ВУЗы по специальностям информационных технологий, улучшены условия для привлечения в отрасль иностранных специалистов, включая исполнительский уровень среднего звена. В ряде регионов установлена пониженная ставка налога на прибыль для IT-компаний, порядка 15% вместо 20%. Таких регионов пока несколько. Если будет интерес, я думаю, сами регионы должны определяться по приоритетам, что им развивать. Поддерживают отрасль и институты развития, которые с 2008 года инвестировали в эти проекты, если считать по усредненному курсу рубля к доллару, около миллиарда долларов. Но здесь без помощи государства не обойтись. Я не буду называть, кто чего проинвестировал. Там есть и много проектов, и мало. У кого-то они профильные, у кого-то непрофильные. Но, тем не менее, такая работа велась с привлечением довольно приличного для наших институтов финансирования. Но, конечно, по-хорошему количество денег в этой сфере должно быть существенно больше. Нам нужно продумать дополнительную систему мер поддержки IT-проектов, в частности, в рамках созданного национального экспортного центра, чтобы сократить издержки бизнеса на начальном этапе. Может быть, нужно будет разработать и ряд преференций для наших компаний дополнительных, включая преимущества при обеспечении государственных и муниципальных нужд. Следует также обсудить и вопрос о льготах по страховым взносам в государственные небюджетные фонды, об их продлении, потому что здесь есть разные позиции, о том, что делать в этом направлении и чего не делать. Ну вот те вопросы, которые мы сегодня на нашем заседании планируем рассмотреть.